И поэтому никогда, нет, я вот сейчас выру, правда, потому что у меня бывают моменты, почему-то, я не знаю, вот некоторые люди разделяют такую понятие, как депрессия, мне она не знакома, но иногда я чувствую себя одиноким, вы знаете, что, ну, я старался каждому из вас написать лично сообщения, я не знаю, надеюсь, вы их читаете. Ну, когда я приглашаю на вечер, чтобы это были, ну, не просто какие-то люди, которые приходят на Вову, которого они никогда не знали, а чтобы это, я думаю, чтобы все мои друзья, может, я заблуждаюсь, конечно, но мне хочется так думать. Но вот это одиночество, которое тебя накрывает вдруг, у меня сейчас там что-то порядка пяти тысяч друзей, и когда я долго готовил и это выступление, и другие, бывает такое, что ты настолько сосредоточен на том, что ты делаешь, ну, вокруг тебя никого не остается, и когда ты вынылируешь, то есть ты все сделал, вокруг тебя никого нет, хотя у тебя эти пять тысяч друзей, и там, и здесь, в Москве меня ждут, да, там, и здесь, в Питере, и в Нижнем Новгороде, и еще во многих городах, но все равно это, меня посещает в последнее время какое-то чувство, такое, что, ну, она проходит быстро, улетучивается, мне всего лишь нужно лечь, поспать. Ну, в этом состоянии это крайне сложно сделать, поэтому я однажды должен напиться один. Серьезно, я только, я себя очень корил за этот поступок. Так вот, ты не так одинок, если где-нибудь ждут, если где-нибудь помнят и любят, есть места на земле, где все время поймут, и на сердце тебе не наступят. Ты не так одинок, если где-то есть друг, есть любимые теплые руки, если жизнь твоя состоит из разлук, то ты точно нуждаешься в друге. Ты не так одинок, если в небе звезда среди сотен таких же мерцает, ты бросаешь свой дом каждый раз навсегда, а она тебе дом возвращает. Ты не так одинок, если письма в столе, если твой телефон не смолкает, но абсурдней всего зачастую в толпе одинокими люди бывают.